AveCoder, приветствую на практической части занятия, посвященного массивам. Мы находимся на сайте Hackerang, где как раз и будем решать тематическое задание. Для начала смело пропускаем вводную часть, где автор фактически пересказывает то, что мы и так знаем из урока, и переходим непосредственно к задаче. Код, который уже написан в редакторе и который мы не можем редактировать, делает для нас несколько вещей. В частности, он считывает числа, которые поступают на вход, и сохраняет их в переменную n. Самое первое число означает размер массива, а все последующие элементы массива. Нам нужно распечатать все элементы массива по порядку, но поскольку код, который печатает массив, нам уже предоставлен, все, что нам остается сделать, это создать массив и заполнить его элементами, которые поступят на вход. Итак, для начала, что делает объект класса сканер? Перейдем в документацию. Это простой текстовой сканер, который занимается парсингом того, что, грубо говоря, подается нам на вход, то, что вводит пользователь. В нашем случае это то, что будет подавать нам на вход сам сайт HackerRank. То есть, мы ожидаем целое число. Первое целое число — это будет размер массива, и мы записываем его в переменную n. Соответственно, мы можем уже утвердительно написать, что массив A, именно такое название нам предложено взять для него, массив целых чисел будет равен новому массиву, и размер у него будет n. Все, что сканер будет получать дальше, это уже будут непосредственно элементы массива. Поэтому мы их уже не записываем в переменную n. Мы можем, собственно, начать уже создавать for loop. Начинаем с нуля. Дальше, A у нас должна быть меньше, чем длина массива, то есть, грубо говоря, ровно такая же конструкция. Можно даже скопировать. И прирастать он также будет на единицу. И дальше пишем, что по индексу i мы будем получать элемент на вход и записывать его по этому индексу. То есть, грубо говоря, начинаем с нуля, нулевой индекс, получаем туда число. Десять. Затем индекс увеличивается на единицу. И следующий элемент по индексу один записываем туда двадцать. И так далее до конца массива. Массив у нас равен n, то есть пяти. Пять элементов. И затем нам здесь дан код, который печатает эти элементы. Ну что ж, попробуем. Все отлично. Сабмитим. Если что, я оставлю ссылку на сканер в описании под видео, чтобы ты мог ознакомиться и поближе узнать этот чудесный инструмент. Ну, как видно, все, что надо, мы этого здесь достигли. Ставь императорский палец вверх, подписывайся, бей в колокол. Это был Ви, и до встречи на следующем уроке, посвященном многомерным массивам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok